МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 1 октября. В студии работает Андрей Тенн. Это коротко о главных событиях. Несмотря на начало отопительного сезона, тепло начало поступать не во все дома Караганды. Жители поселка РТИ не могут заселиться в свои квартиры из-за отсутствия условий. Сразу два новых социальных объекта появятся в Караганде и Тимиртау, причем построены они будут в короткий срок. Таковы результаты визита президента в Карагандинскую область. В поселке Уштобе открылась мечеть. Строительство молитвенного дома велось около двух лет. Она возведена исключительно на пожертвования. Несмотря на начало отопительного сезона, тепло начало поступать не во все дома Караганды. Жильцы поселка РТИ не могут заселиться в свои квартиры из-за отсутствия условий. Жильцы вынуждены скитаться по съемным квартирам, озлоблены и отказываются верить обещаниям чиновников. Жандос Адуакасов показывает ручьи воды, бегущие по потолкам и сенам в одном из жилых домов поселка РТИ. Для мужчины и его соседей это привычная картина. Свыкли жильцы с тем, что в их квартирах голые полы. Они согласны жить и в таких условиях, но заселиться пока не могут. Многоквартирный дом до сих пор не подключен к теплу. Из-за этого людям приходится скитаться по съемным квартирам. Мы ждали свет больше года. Нам говорят, купите датчики, которые стоят 380 тысяч тенге. Как это осилить матерям-одиночкам, многодетным мамам? Квартиры дали в декабре прошлого года. Начинается отопительный сезон. Как нам жить в таких условиях? Если дают, то пусть дают в нормальном состоянии. Сколько можно терпеть? Местные чиновники, которые отремонтировали один подъезд заброшенного дома, хорошо знакомы с проблемой жильцов. Однако чиновники считают, что раз уж жители не будут платить за аренду, то вполне могли бы и сами навести порядок в своих квартирах. Вы не платите аренду. Вы имеете право выкупать. Почему бы вам не позаботиться и не сделать бетонную стяжку 200 квадратных? Почему? Петров, все так получают квартиры в нормальном состоянии. У вас на самые хуже квартиры. Неправда. Неправда. Вот Саранск, Карагандийск, Волгус, у вас на самые хуже квартиры. Неправда. Получают без права выкупать и платят аренду все. А вы получили как текущий ремонт уже жилых коммунальных существующих квартир. Недовольных людей чиновники попросили сдать ключи от квартир обратно. Мол, дареному коню в зубы не смотрят. По словам чиновников, жители заранее предупредили о наличии недоработок, так как проект запустили в пилотном режиме. Тем не менее, чуть позже слуги народа смягчились и поспешили успокоить жильцов, что в будущем все проблемы с теплом, светом и крышей решатся. Мы сейчас привлечем средства подрядчика. Соседа, который будет восстанавливать 14-15 дома, он зальет бетонную стяжку. На эту зиму будет вопрос решен, а на следующее лето будет ПСД, здесь шатровая крыша будет. Однако людей, сытых по горло обещаниями, успокоить было непросто. Вскоре на сход жителей прибыли специалисты отдела ЖКХ. Они пообещали, что еще раз встретятся с жильцами и непременно решат проблемные вопросы. Как нам поверить вам? Я согласна. С понедельника вы выйдете, увидите, будут готовить. Да есть документы, портал электронных услуг, заключен электронный договор. Езжай в Акимат, сейчас тебе покажут, там на портале подписанный договор. Вы должны показать нам, вот скоро. Я компьютер должен с интернетом привезти, показать. Электронные государственные закупки. Все хорошо, мы это все... С понедельника выходите, здесь подрядчик будет монтировать уже конкретно фундамент под нее. Вот в понедельник я приеду лично к вам. Сюда выйдите, пожалуйста, когда будут вестись в работу. Необходимо отметить, что в поселке Рты пустуют более 100 многоэтажных жилых домов. Из-за нехватки жилья в областном центре было принято решение восстановить заброшенные дома. По некоторым данным, как минимум 60 пустующих домов подлежат реконструкции. Однако пока местные власти осилили ремонтные работы лишь в одном подъезде. И то не полностью. Торжан Лянова, Жаслав Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сразу два новых социальных объекта появятся в Караганде и Тимиртау. Причем построены они будут в короткий срок. Таковы результаты визита президента в Карагандинскую область. О реализации этих проектов шла речь на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. По итогам визита главы государства в Карагандинскую область подписан протокол. Согласно ему даны поручения по развитию крупных городов региона. В частности, Караганды и Тимиртау. В областном центре запланировано строительство плавательного бассейна и дворца школьников. А в городе Металлургов строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, поликлиники, увеличение мощности станции ТЭЦ-2. Об улучшении работы единственного теплоисточника города говорили подробно. ТЭЦ-2. Подробно обсудили строительство социальных объектов. Глава области Ирлан Кушанов отметил, что реализация этих проектов должна быть выполнена в срок. Это те объекты, которые горожане нуждаются в первую очередь. И глава государства поручил в срочном порядке решить, то есть реализовать эти проекты. Поэтому данные поручения главы государства должны быть исполнены в ускоренном темпе и держаться на особом контроле. Кроме того, с 1 октября в областном центре началось подключение к отоплению социальных объектов. Заместитель Акимобласти Анатолий Шкару подоложил о готовности теплостанций к работе в отопительный период. Шла речь также о наличии угля в сельской местности. В частности, обеспечение топливом социальных объектов Бухаржираусского района. Глава области указал на неточные данные. Вы в Бухаржираусский район ездили? Да. Вы говорите, уголь везде есть. Но у меня информация. В области не обеспечено углем 26 организаций. И в том числе Бухаржирауский район 19. Актагайский 6, Буринский 1. Остальные все организации обеспечены. Ерлан Кушанов поручил разобраться с вопросом обеспечения углем. Глава области также обратил внимание, что прохождение отопительного сезона во всей Карагандинской области находится под особым контролем. Это касается и работоспособности теплоисточников, и состояния тепловых сетей, и обеспеченность углем. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. 1 октября традиционно отмечается Международный день пожилых людей. Благотворительный обед для ветеранов войны, труда одиноких пенсионеров провел Совет ветеранов Октябрьского района совместно с районным акиматом. Более 20 пожилых жителей Октябрьского района Караганды собрались в городском ресторане по приглашению Совета ветеранов. Это ветераны войны, труда, одинокие пенсионеры. Поводом стал День пожилых людей, который традиционно отмечается во всем мире 1 октября. Среди гостей ветеран войны Григорий Петрович Степенко. На торжестве участнику Курской битвы вручили благодарственное письмо за подписью президента России Владимира Путина. Спасибо правительству, России, Казахстану, что живем мы дружно. Все защищали нашу землю родную, спасли от чумы большой. И мы живем дружно все. И спасибо, что сегодня такой день, день молодежи престарелых. Нас отмечает руководство Караганды. Пожилых людей поздравили творческие коллективы города. Для них они исполнили старые добрые песни. По словам организаторов, без внимания не останется ни один подопечный. Конечно, мы не сможем охватить всех наших пенсионеров. Малая частичка. Мы, при всем желании, не сможем всех охватить. Но я думаю, есть другие способы поздравления наших. Тех, которые не смогли здесь присутствовать, кого мы не смогли пригласить. Через средство массовой информации мы поздравляем их с Днем пожилых людей. Желаем здоровья, счастья, благополучия, любви и уважения родных и близких. Понимая актуальность старения общества и демографической ситуации, Организация Объединенных Наций в 1990 году учредила особый день, посвященный пожилым людям. Казахстан присоединился к празднованию в 1992 году. За четверть века Международный день пожилых людей приобрел свои традиции. И главное, достиг своей цели. Изменил предвзятое отношение в обществе к людям преклонного возраста. Андрей Тен, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И в продолжение темы. Навестить ветеранов и пенсионеров, а также вручить им подарки, решили специалисты Карагандинского городского акимата. В шахтерской столице проживает множество людей мудрого возраста, верных традициям, труду и ценностям. В число таких входит семья Неханбаевых. Кульзадаапа и Тлешата состоят в браке 60 лет. Чита воспитала восьмерых детей, внуков и правнуков. Долгие годы супруги делят на двоих радости и невзгоды судьбы. Сегодня супружеская пара делится с молодыми своими советами касательно семейной жизни. Нелегко прожить 60 лет в браке. Нужно терпение и участие в жизни друг друга. Важно относиться ко всему с пониманием. В жизни было все и хорошее, и плохое. Сегодня мы живем, думая о внуках и правнуках. Радует то, что нас не забывают. Спасибо, что пришли поздравить нас. В честь праздника карагандинцев почтенного возраста поздравили специалисты городского акимата. Они посчитали, что лучшим подарком для пожилых людей будет внимание. Мы с отделом государственных активов и закупок города Караганды пришли поздравить с днем пожилых людей, пожелать им крепкого здоровья и ясного неба над головой. Также поздравляем всех карагандинцев, не только карагандинцев, всех казахстанцев с этим днем. Сотрудники городского акимата побеседовали с пенсионерами, а также вручили им подарки и выразили искренние пожелания. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда. Этот праздник был учрежден в ноябре 2013 года в целях возрождения традиций, уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста. Для возрождения экономики, для процветания народа необходимо вернуть утерянное в молодежи уважение к труду, возродить традиции культуры труда. В Казахстане одним из шагов на пути к этому возрождению стало установление Дня труда. Для достижения этой цели предназначена программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. С начала года в Центр занятости Караганды обратилось свыше 15 тысяч человек. Более 13 тысяч безработных уже трудоустроены. Особое внимание в Карагандинском Центре занятости населения уделяется переподготовке горожан на более востребованные специальности. Также проводится работа по переподготовке безработных. То есть, если безработный имеет профессию, не востребованную на рынке труда, то он может к нам прийти, получить новую профессию и при этом получить стипендию. Ежемесячные стипендии будут оплачены. На сегодняшний день 885 человек в рамках программы были направлены на обучение. Еще одна востребованная программа – социальные рабочие места. Этой программой успешно воспользовалась Оксана Павловна Бакалова. Три года назад она осталась без работы. В Центре занятости предложили поработать разнорабочей на Карагандинском заводе металлоизделий. После окончания действия программы Оксане Павловне предложили остаться контролером ОТК. Сегодня женщина трудится в должности инженера по технике безопасности. Когда ты устраиваешься по этой программе, то есть идет доплата от центра занятости, ты не чувствуешь себя ущемленным, ты можешь развиваться, и следовательно ты потом проявляешь свои лучшие качества и дальше идешь, продвигаешься по карьерной лестнице. Для возрождения традиции культуры труда проводится региональный конкурс «Янбекжолы». В ходе конкурса определяются лучший молодой работник производства, лучшая династия, лучший наставник работающей молодежи. Одним из победителей является слесарь станции ТЭЦ-3 с более чем 20-летним стажем Александр Васильевич Мочевов. Он отмечает, что два десятка лет становился наставником ни одного поколения молодых рабочих. В этом предприятии уже несколько поколений, которые я обучал, многие остались, работают, многие уже на повышение пошли. Многие работают со мной именно в нашей бригаде, кто-то перешел на другие бригады. Основная цель, которую преследует государство, это повышение статуса и авторитета рабочих профессий, возрождение традиций рабочих династий в семьях, стимулирование производительности труда, привлечение к нему внимания молодежи, а также сплочение трудовых коллективов. И в авангарде достижения этой цели стоят специалисты Карагандинского центра занятости населения. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В поселке Уштобе открылась мечеть. Строительство молитвенного дома велось около двух лет. Она возведена исключительно на пожертвование. Право разрезать ленту досталось уполномоченному имаму Духовного управления мусульман Казахстана по Карагандинской области. На открытии мечети присутствовал уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Карагандинской области Умирзах Бихожа. В знаменательный для жителей поселка день он прочитал суры из священного писания и выразил свои искренние пожелания. Примечательно, что строительство данной мечети – результат совместных усилий мусульманской общины. В течение двух лет люди выбирали участок земли, собирали необходимые документы и средства. Каждый перечислял деньги на специальный счет по мере своих возможностей. Нельзя выделить определенного спонсора. Средства собирали всей общиной. У нас в области более 140 мечетей. Сегодня открылась еще одна. Это, несомненно, радует. У Штуби – это большой поселок. Его жители давно нуждались в мечети. Для жителей поселка Штуби открытие мечети – долгожданное событие. Ее строительство начали в первый день священного месяца Рамадан. Общими усилиями правоверных дом молитв вместимостью 300 человек был наконец-то воздвигнут. Сегодня в нашем поселке большая радость. Это масштабное торжество приурочено к открытию мечети. Я хочу, чтобы отныне этот священный дом был переполнен людьми, в которых сильна вера. Надеюсь, что Аллах дарует нашему народу процветание и светлое будущее. На открытии молитвенного дома собрались все жители поселка. В тот же день мусульмане совершили намаз в новой мечети. Субтитры создавал DimaTorzok